Снимай, потому что на кепке потом... Ну, давай покажем на кепке. О, Вика еще не хватало. Ну, Вика, надо куда-то в одно место... Плачь, чтобы потерять. Свои доли... лишние... У них там есть какие-то кубики, нет? Есть. Тарас, голову подними. А что это такое-то? А? Ну, поставь. Даже здесь не положишься. Не можешь вон постелить и ложитесь. А на счет за столом лежать, это будет смущать. Дайте им палатку. Раз хочешь спать, ложись, пожалуйста, полная свобода. Давайте помолим. Да. Аминь. 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 Во. Аминь. Аминь. Ну вот рядом которые засушивают. Чтобы проход был... Оно не есть эти слова? Ты мне на телешку выйсти. Потом в фронте... Настоящее очистить просто. У меня тут и вот так лепал. Марина, чтобы вот так и ложился. Мы пели все, Тараси и Коля. Мы только учимся петь, конечно. Не стесняйтесь. Богу надо воспевать, не стесняйся. А то бывает тихо поют, а какие-то мирские песни здорово у них получают. Но я не про вас, а вообще говорю. Поэтому надо Бога славить. Хорошо, конечно, стройно, но учимся. Ты скупил мир по грехам. Ты дал ему любовь и свет. Зажжет потухшие сердца. И дал надежду. Мы пред тобою предстоим. И каждый город для тебя. Всегда Господь благодарит. Ты возносит. Слава тебе, невеличие. Слава в веках и народа. Сила твоя безгранична. Милость твоя во все роды. Слава тебе, невеличие. Слава в веках и народа. Сила твоя безгранична. Милость твоя во все роды. Бог подарил тебе и мне Любовь свою и жизнь свою И нет дороже на земле Его спасения Мы верим в свет, что смеет нам И Иисус спасенных ждет И славен Господа Христа Он жив во веки дочь Слава тебе и величие Слава века ты народа Сила твоя бесконечна Милость твоя во все роды Слава тебе и величие Слава века ты народа Сила твоя бесконечна Милость твоя во все роды Слава тебе и величие Своей смертью смерть попрал Я от тебя не удержал Ты силой Божьей восстал В воскреске пели Ты воскресенный царь царей Ты стал спасителем людей И тебя славен в этот день В воскресенье Слава тебе и величие Слава века ты народа Сила твоя бесконечна Милость твоя во все роды Слава тебе и величие Слава века ты народа Сила твоя бесконечна Милость твоя во все роды Ну вот, так получается Так, ну, запишем песню Она для вас, конечно, новая будет Но мы пели на костре Книга Завета Святая Это прославление Библии Библия – это слово Бога Живого Поэтому эту песню обязательно Всем нужно разучить Так и называется Книга Завета Святая А в скобочках – о Библии Ну, чтобы вы помнили А то, что за книга Просто детский разум иногда Забудет что-то Не только детский Дедовский тоже И в скобочках – о Библии Книга Завета Святая В точках и скобочках – о Библии Ну вот, сестры говорят Что занятия в них по Библии Я говорю, ну, идите сами Как-то распределитесь Из Иисуса Новина 1.8 Обязательно надо заучить Это как можно сказать Эпиграф к этой песне Да не отходит Сия книга Закона От уст твоих Но поучайся в ней день и ночь Дабы в точности Исполнять все, что в ней написано Тогда ты будешь успешен Я уже подзабыл Успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно То есть потом надо это разучить Итак, первый куплет Степа, надо тетрадку Тетрадку надо А на листочке это теряется Я вот сколько работал Тарас, ты записал Убери из него все Записывай Книга Завета Записал название? Книга Завета Святая Первый куплет Римская 1 Красиво пишите Я буду медленно диктовать Потому что вы пишете Песню о прославлении Бога Надо все красиво делать Не торопитесь Первая строчка Книга Завета Святая Книга Завета Святая Книга Завета Святая С маленькой буквы Завета Святая Пишется А книга, ну Первое слово Книга Завета Святая Записываем Вторая строчка Сейчас подождите Здесь не успевает Потому что у нас Контингент разный Кто быстрее, помедленнее Книга Завета Святая Святая Не святая, а святая Святость Да, слово святая Святая Записываем Вторая строчка Богом на землю дана Точка Богом Да, это вторая строчка Да, пишите по строчкам Даже если у вас там место остается Вам как Но это стих Стихи так пишут Богом на землю дана Богом на землю дана Точка Богом на землю дана Записали? Третья строчка И никакая другая И никакая другая И никакая другая Следующая строчка Падших Поднять не смогла Падших И никакая другая Подших Такого падения Падших Поднять не смогла Падших Поднять не смогла Точка И никакая другая Записали Падших Поднять не смогла Точка Я не поняла Что ты делаешь В нашей сердце Пиши Что за другая Падших Поднять не смогла Не успеваешь Все записали Падших Понять не смогла Припев Пишите Припев Словом И так же Посрочно Пишите Только в Библии Утешение Только в Библии Библии Большой буквы Утешение Утешение Вторая строчка Припела Среди горя И скорбей Точка Только в Библии Утешение Первая строчка Припела Вторая Среди горя И скорбей Применяем Садись Среди горя И скорбей Зачем ты Думаешь Среди И Среди горя И скорбей Точка Третья строчка Только в Библии Лишь спасенье Третья строчка Припела Только в Библии С большой буквы Библии Лишь спасенье Через мягкий слав Спасенье Не пытаясь Только в Библии Лишь спасенье Спасенье Только в Библии Лишь спасенье И последняя строчка Куплета И поддержка Для людей Поддержка Поддержка 2D С двойной И поддержка Держать поддержку Для людей Точка Только в Библии Лишь спасенье И поддержка Для людей Поддержка Держка Для людей Припев все записали? Степа записал? Нет? Надо прочитать припев еще раз Или все Не надо, да? Второй куплет Цифру 2 римской Ставьте Слава тебе Искупитель Все слова с большой буквы Слава тебе Искупитель Это ко Христу Обращение Все слова с большой буквы Запятая Слава тебе Искупитель Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Слава тебе Слава тебе Искупитель Записали? Записали? Записали Вторая строчка Что ты нам Библию дал Что ты нам Библию дал Что ты нам Библию дал Спасибо за субтитры Что ты нам Библию дал Точка Третья строчка В вере В вере Иск Слове Учитель Учитель с большой буквы Библию В вере И в слове Учитель Библию В вере В вере И в слове Учитель Большой буквы Учитель Библию В вере И в слове Учитель Записали Библию В вере В вере Тут руку тянут Рудёх Хозяева Библию Искупитель Это значит Что Мы должны Быть Мучимы А Он Искупил нас То есть Искупитель А слово Купить То есть Он является Заместительной Жертвой За Нас За наши Грехи Искупитель Вот Можно Такой Пример Привести Хотя Это не с покупкой Но связано С тем Спасением Человека Допустим Один Осуждён На пожизненном Бывают Такие Преступники Слышали Да Может И дети Слышали Нам Им Дают Сто лет Ну Сто лет Он не будет Жить То есть Это значит До смерти Он в тюрьме А почему Он Такие Преступления Сделал Что Только В тюрьме Мы сидим Смертной Казни Нет А с другой Стороны Он сидит Долго А вот Вдруг Такой Человек Появляется И говорит Ну С начальником Представим Вообразим Так Что Давайте Я за него Посижу А почему Ну Просто Я вот Хочу За него Этот срок Отсидеть Пожизненный Открываются Двери Камеры Тарас Сейчас Серьезные Вещи Говорят А ты Смени Выйди сюда Об искуплении Говорят То есть Как Вам И Он Говорит Выходи Я За тебя Буду Сидеть Он То Не Совершал Этот Человек Но Он Решил За него Сидеть Вот Христос Несравненно Больше Сделал Чем Вот Этот Человек Который Сел За Этого Преступника В камеру Искупление То есть Как бы Он Выкуп За Грехи Делает Он Сам Себя В жертву Приносит Мы Должны Быть Мучены За Грехи Наши Страдать Потому Что Возмездие За Грех Смерть А Дар Божья Жизнь Вечного Христе Иисусе Господе Наш А Христос Нас Искупляет И говорит Ну Как бы Так Я Мучен За Вас И Он Делом Это Все Совершил А Теперь Только Верит В Него Находиться В Церкви Родиться Свыше Надобно Степа Задал Вопрос Почему Искупитель Называется Попробуй Объясни На каком уровне Ну Немножко Хоть Понял Нет Тарас А ты Что Не понял Ты Не Серьезно Когда Такие Вещи Серьезно Объясняют Сразу Все Смешинки Свои Я Про Смех Вам Слово Сказать Маленько Отвлечемся Смотрел Научный Фильм Что Такой Смех Ну Вы Знаете А В то же Время И Не Знаете Так Как Мы Знаем Что Смеемся Оказывается Там Ученые Изучают Многие Процессы Непонятны У человека Давление Повышается У человека Дыхание Убыстряется Со скоростью Там Что-то 100 км в час Воздух Ходит Или Выходит Он же Ха-ха-ха Раз У него Вышел Он вдохнул Резко Ха-ха-ха Снова Потом От Такого Смеха Люди Умирали От Такого Заразительного И Известный Случай От Смеха Исцеления Вот Тебе И Знаем Мы Оказывается Ничего Почти не знаем Но Есть Смех Который Для Христиан Опасный Почему Потому что Святитель Иоанн Затаус Говорит Ты не боишься Когда громко Смеешься Что бес В рот Тебе Войдет Ха-ха-ха Смеются Я даже Вижу Что это Дети Из верующих Семей И Сколько Говоришь В школе Там Все равно Смеются Ну то есть Не верят В это Не верующий Человек А сразу Если Затаус Сказал А он Кто был Это великий толкователь Он не зря Так говорил Значит Бесы В нас Ходят Через Двери Широкий рот Через Глаза Могут Через Еще Что-то Если Человек Становится Вместилищем Этих Бесов Покемоны Всякие Игры Мультики Мультики Показывают Там Такие Вещи Показывают Компьютерная Графика Они как Живые Показывают Как В порядке Вещей Мальчик Который Оборотень Превращается Волка Потом Раз Мальчик Полюбила Его Девушка Это нормально Считается Японский Фильм Смотрят Дети Зверущих Семей Зачем Это же Просто Бесовщина Ну Можно Посмотреть На Другие Мультфильмы Он Принц Египта Какой Поучительный Обидный Другие Есть Поэтому С этими Покемонами Будьте Осторожны Вот и Поведение Такое Покемонное Карманный Монстр Вот Кто Такой Покемон Это Бес Только Нам Изображает Его Те Которые Миром Правят Так Он Безобидно Виден Подумаешь Его Надо Ловить Поиграть Ловят Уже Где Попал И Церкви И Прочее Посмеяться И Черки Смеются Над ними Это Что Такое Смешно Это Обман Лож Черки Это Не Смешно Это Враждебные Силы Вот Господь Вернемся К тому Что Отрак Степа Спросил Искупление То Это Слово Купить Я Сам Я Как От Лица Господа Говорю Иду На Жертву За Грехи Всего Мира Вот Это Искупление Совершаю Делаю Выкуп Потому Что Вы Должны Страдать Вы Люди Почему Потому Что Мы Выкупить Себя Никак Не Можем Так Пал Человек Что Даже Праведник Не Выкупит Самого Себя Не То Что Другого Это В Библии Об этом Говорится Кто Спасет Человека Никто Нет Такого И Вот Явился Спаситель И Искупитель Ни в одной Религии Мира Нет Такого Имени Это Имя Божие Имен Очень Много Мы Просто Не Задумаемся Ни Будай Ни Искупитель Он Умер И Все Не Воскрес Ни Магомед Ни Искупитель Ни Кришна И Прочее Прочее Только Один Христос И 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 Присвятой Троице И И Искупитель Не Говорят Но Искупление Это Акт Присвятой Троицы В Совете Это Все Было Зарешено Но Пошел На Искупление На Жертву Сын Божий Которого Человечен Сын Не Бог Не Дух Святой А Именно Сын Божий Ну Ладно Я Уже Догматику Увлек Давайте Вернемся На Чем Мы Остановились В В В В Слове Учитель Второго Куплета Сына На Землю Послал Послал Сына На Землю Послал А ты Где Остановился На Каких Словах Верит Им Слове Учитель Запятая И Следующая Строчка С новой Строки Сына На Землю Послал С Большой Буквы Следующая Строчка Начинается Я видел Глубую ошибку Что даже Бог с Маленькой Буквы Но не у вас А раньше Еще Бог с Маленькой Буквы Это Сатана Сына На Землю Послал Послал Сушка Припев Тот же Сына Сына На Землю Послал Я О смехе Вспомню Пока Записываю Был Случай В Африке В 62 Или Третьем Сейчас точно Не помню Году Прошлого Века На уроке Засмеялись Девочки Может Возраст Как Вика Может Чуть Старших И Трое Засмеялось И они Не могли Остановиться Дальше Перешло На класс От одного Класса К другому Стали Взрослые Смеяться Некоторые Смеялись В течении 16 дней И психологи Не могли Понять Что такое Что за Эпидемия А С точки Зрения Православной Веры Святых Отцов Все Очень Понятно Это Обеснование Когда Смешинку Поймают Я сам Учитель 15 лет Учу детей Это Было Такое В классе Они начинают И не могут Остановиться Ну Уже Так Несколько Раз Внушительно Так Ну Давайте Все Прекращаем Тогда Все Они Смалываются Какой-то Это Опасный Смех Это Уже Бес Бес Вошел И Начинает И на Все Куда Он не Смотрит Бывает И взрослые Так А Праведнику Написано Свойственно Кротко Улыбнуться То есть Не так Ржать Что Зубы По-американски Видно Просто Улыбка Пошутить Можно Вот Это Гага Это Ненормальный Смех Поэтому Следите Чтобы Этого Не было Гага Так Припев Тот же Третий Куплет Второй Все Написали Степ Нет Сыном На землю Послал Все Третья Цифра Три Римская Если Не знаете Три Ну поставьте Обыкновенную Тройку Арабскую Это Арабские Числения Мы Свою Юность Приносим Запятая Мы Свою Юность Приносим Столько Много В этих Словах Заложено Но я Потом Скажу Мы Свою С маленькой Буквы Свою Юность С одной Н Приносим Мы Свою Юность Приносим Запятая Тихо Тихо Коля Молча Христу Благодарение Христу Благодарение Христу Тихо ЧТО ЧТО ЕГО ИМЯ МЫ НОСИМ ЧТО ЕГО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ ЧТО ИМЯ ИМЯ НОСИМ ЧТО ЕГО ИМЯ Мы НОСИМ Что ЕГО ИМЯ Мы НОСИМ ЧТО ЕГО ИМЯ Мы НОСИМ Запятая Последняя строчка В СЕРДС ХРАНИМ ЧИСТОТУ В СЕРДС Д ПОСЕРЕДИНЕ СЛОВА В СЕРДС ХРАНИМ ЧИСТОТУ ТОЧКА Притеф ТОТЖЕ Что ЕГО ИМЯ МЫ НОСИМ Запятая В СЕРДС ХРАНИМ ЧИСТОТУ ДАЙ БОГ КОНЕЧНО ЧИСТОТУ ХРАНИМ СЕРДС ХРАНИМ ЧИСТОТУ СЛОВА ЧИСТЫ СЕРДС ХРАНИМ ЧИСТОТУ ЧИСТОТУ ТОЧКА ЧИСТОТУ 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 ДЕВОЧКИ ПОТИ Van Атора 100 Никакая другая в вашем подъем не смогла. Только в Библии утешенье, Смени горя и скорбей. Только в Библии лишь спасенье И поддержка для людей. Слава тебе, Скупитель, Что ты нам в Библии дал, Верил и словил учитель, Сына на землю посла. Только в Библии утешенье, Среди моря и скорбей. Только в Библии лишь спасенье И поддержка для людей. Все поют. Все поют. Библии утешенье, Среди моря и скорбей. Только в Библии лишь спасенье И поддержка для людей. Можно выше взять, если сильно низко. Да, низко. Нормально? Твою. Вот видите, говорится, Мы свою юность приносим Благодарение Христу, Что Его имя мы носим, В сердце храним чистоту. То есть наша жизнь благочестивая Ради Христа по западям Это жертва Господу Богу. Благовыкание приятное. В Библии об этом говорится. То есть добрые дела мы делаем Воида Христа. Это свою юность не приносим. Поем песни, Ратрудимся во славу Божию. То есть без греха стараемся жить. Никого там не толкаем, не бьем, Не обзываемся. Вот Богу угодно, Как прожить день детям? А сложного-то ничего нет. Просто мы забываем это иногда. И у нас бесы это похищают. Посеянное при дороге. Помните притчу такую? Прилетели кто? Птицы. Но птицы бесы. И поклевали то. Если вот крутится ученик на уроке Или во время занятий не слушает. Бесы прилетают, похищают. А потом ой, кого-то толкнул, ударил. А что он мне это сказал? И все. Но надо на прочном основании Дом строить на камне. Сеять на хорошую землю. А земля в наше сердце. Хорошо внимательно слушать. Сусердие. Вот. Нам кажется, ой, где-то сейчас вот бы хорошо бы. Такая пословица есть. Хорошо там, где нас нету. Но это обман. Ты-то такой же и есть. Хоть тебя пересели куда-то в Америку, еще куда-то. Ну, я так воображаю. Конечно, никого не пересели. Но с твоей же привычки наклонности все там будут. Поэтому здесь, в данный момент Бог так сделал. Вот тут нам, слава Христу, хорошо. Сейчас столько детей. Только недавно на днях услышал. Уже взрослые. Шестнадцать-семнадцать лет подростки. Ну, вот она юность. Начало юности, можно сказать. Хотя она маленько подальше начинается. Поплыли на лодке четверо. Или пятеро уже вот я. На Ладожском озере. Перевернулась лодка. До сих пор ищут двух или трех. Избороздили водолазы даже. Озеро глубокое Ладожское. Избороздили двадцать километров квадратных. И не нашли. До сих пор двое живых. А те, ну а раз без вести пропавшие, значит утонули. И течение никто этого не смог. На рыбалку, так говоря. В прошлом году на этом же озере четырнадцать детей утонуло. Там с лагерем было связано. Помните, да, сообщение было? Лагерь закрыли. Вот сейчас они так пожелали, может быть, посидеть. Уже души вышли из тел. Все. Куда их души пошли, если они Христа не знали? Предположим, что не знали. Одна, говорит, девочка, трое парни там. На этом живут. Зачем? Такая опасность. Безврослую. Да еще бывают там волны большие. Зачем? Господь говорит, не искушай Господа Бога твоего. Если опасность не есть, то на рожу. Сейчас в интернете любят селфи. Знаете, что такое селфи? Да. Что такое? Слово там? Фотография с собой. Фотография с собой. Иностранное, да. И дело где-то в экстремальных условиях. И гибнут эти горе-фотографы. И уже в Государственной Думе принимают там, ну как законопроект пока обсуждать, что делать с этими. И с родителями, которые не смотрят за детьми. Они гибнут, и их на статистику-то не говорят нам, потому что это массы гибнут. Где-то лезут куда-то, то на поезде надо. И не так давно на Дальнем Востоке, я уже забыл, какое там обстоятельство, двое погибли. Все. Так вот, они бы пожелали посидеть в тишине, в тени, попеть песни, может быть, предположим. Все, уже книга жизни для них захлопнула. Поэтому не думайте, ой, а там бы я дома. Что бы в городе дома делал-то? Слонялся по квартире, ну что делал-то? Там в компании какая еще? Там хорошие, нехорошие ребята. Скукота, там жарище в городе. Здесь и купаетесь вы, и тут и занятия, и трудитесь во славу Божию. А там нечего делать. Молодежь дурит просто от безделья. Трудиться надо, трудиться. Даже маленьким трудиться по силам. Потому что труд, Столыпин говорил, облагораживает человека. То есть он становится человеком, чело направлено в вечность, а не быдлом, а не свиньей, а не скотиной. А наоборот, безделье превращает нас действительно в шимпанзе. Теория революции только наоборот. Как обезьян. Вот они молодежь и не знают чем заняться. Наркотики вдруг какие-то, селфи. Слово-то какое-то иностранное. Какое селфи-то? Столько погибших на этом же озере и снова же туда же лезут. Коля слушает. Коля слушает. А то будет сильно посеяно при дороге. Так, давайте еще раз ее споем. Значит, в этой же тональности нормально, да? А потом попоем другие песни. Ну, пишите, у вас возраст небольшой, пишите медленно. Поэтому я вам просто оставлю песни. Кто-то из сестер потом завтра продиктуете. Ну, здесь хорошие песни. Может, Галина вытрадиктовать. Чтобы так же все не торопясь, потому что маленькие. Внимание, все поем. Песня. Внимание, все поем. У нас пока неasted να, Какая другая в карточек, Несколько п Yoshi, Утеченье, свеки моря и скорбей. Только миры, лишь спасенье и поддержка для любви. Слава и бескупитель, что ты нам видны любя. Верие и славный учитель, сына на землю посла. Только миры, утеченье, свеки моря и скорбей. Только миры, лишь спасенье и поддержка для любви. Мы слою юность приносим, блага на имя Христу. Что его имя выносим, в сердце храним чистоту. Только миры, утеченье, свеки моря и скорбей. Только миры, лишь спасенье и поддержка для любви. Только миры, утеченье, свеки моря и скорбей. Только миры, лишь спасенье и поддержка для любви. Ну давайте любые песни кроме этих групп. Давайте не виничные. Нет, давайте вытянутся. Баллада дряная. Баллада дряная. Баллада дряная. Баллада дряная. Баллада дам. Кстати, балладу я взял. Вы могли бы ее записать, но она длинная. И сейчас, конечно. Мои заболевания. Да, внуки. Внуки я знаю, да. Внуки я вспоминаю. А, здесь у меня есть она, правильно ты говоришь. Нас ждут, а просто. Нас там на небе ждут. Об этом мы помним или нет. Мы такие забытые, никому не нужные. Мама, папа забыли. Рот бантиком и спать завалилась, да? Не надо. Ты же на весь мир пойдешь, как сонно. Вот это вот поет молодая женщина, которая была православной. Я ее биографию услышал. Да, я слышу. Ксения Лапецкая. Стала ходить к адвентистам. Услышала Слово Божие. Голос приятный, необычный. Записывать диски. Не для того, чтобы зарабатывать, а просто вот Бога славить. И вот ставили диски расходиться. И пошли. Одни, вторые, третьи диски. Была православная. Мама тоже православная. Не по-моему, так она осталась. Ну вот почему. Потому что в православии Слово Божие редко звучит. К сожалению. И вот у адвентистов она к сектантам. Это сектанты. Еретики. Попала и там осталась. Там и замуж вышла. И детишки у нее есть. Белоруссию отправили их на благовестие. Прям всей семьей. Где-то ближе к границе. В Польше туда. Куча. Вот. Я как вспоминаю. Ну был бы человек славославный. Вот и все. Вот. Нету у меня. Нету у меня. Нас жду, когда пройдя дороги войдем. Небесный вечер, то никогда. Оставим за порогом все то, что так не слабит Бога наташку. Их каждый шаг тревожит, чтоб я был мудро и осторожен. Божий взгляд свой направлял лишь к небу, тогда Бог даст нам всем победу. Нас ждут искренней, желают, чтоб мы врагу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба, нам битвиемской звездой. Нас ждут, готовят пор отчеты, чтоб всем нам было там уютно, где спор. Уже не оброчит наш покой, нас ждут. Но часто мы блуждаем и свет, и без лица мечаем и тьму. Как истину возносим, грешим, но милости не просим на жизнь. У литых белых прыжи того, все ждет, что мы услышим того, Кто всех зовет с надеждой, чтоб снять. Сердце с греха одежды нас ждут. Искренней желают, чтоб мы врагу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба, нам битвиемской звездой. Нас ждут, готовят пор отчеты, чтоб всем нам было там уютно, Где спор, уже не оброчит наш покой. Нас ждут, искренней желают, чтоб мы врагу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба, нам битвиемской звездой. Нас ждут, готовят пор отчеты, чтоб всем нам было там уютно, Где спор, уже не оброчит наш покой. Обязательно уже запишите, не у всех слова. Давайте еще что-нибудь. Ну ладно, давай. А я от тех слова не взял, у меня. А вот я положил здесь, да, и вот это баллады, Вот хорошо, что закладочка поднялась, спасибо. Ну давайте я эти положу, у нас ли у вас такие хорошие слова. Нас ждут, баллады. Вот. Вот это очень хорошая песня. По-моему, тоже кто-то, ну, просим, может, знает. Я знаю. Косари на лугу Размахались острыми косами Что им, Божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, на милость Лишь только на милость Твою Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, на милость Лишь только на милость Твою Только вера в Тебя Вот моя неизменная спутница Вера в то, что ты всем управляешь Своей рукой И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься И спасительным камнем Ты станешь предострой косой И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься И спасительным камнем Ты станешь предострой косой А иначе зачем Ты поил меня дивными росами Для чего показал мне любовь и свою теплоту Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту Косари на лугу Косари на лугу Отмахались острыми косами Завершен сенокос Только я невредим и стою И как в прежние дни Убиваясь небесными росами Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою И как в прежние дни Убиваясь небесными росами Прославляю Тебя За любовь и за милость Твою За любовь и за милость Тебя Запишите? Да, запишу Еще одна закона Ну, это не за одно занятие Вообще, тут очень много хороших песен На время 32 минуты Последнюю, ну какую вы еще знаете? В Лагерстан В Лагерстан В Лагерстан это вообще хит В Лагерне и детских дарят А? Ну, давайте, давайте Я вам очень нравится Спасибо, господи И наш незабвенный В прошлом ушедшем же В Лагерстан страница 242 Церковь, свобода, тюрьма Тюрьма скажет О, детей в тюрьме Ну, это из сборника Игнать Тихоновича В Лагерне и церковь, свобода, тюрьма Лагерстан, степина на розной куче Ну, Лагерстан называется Написано стихотворение в 2001 году Так, подпеваем только, заказали песню? Светлана Песня 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 Именья, строение все шире и шире, Внешний он, пример, кубов не гасит. А шашами дождями прорезет мыша, Отчего же боится его, как лиз? Штамин, отзвист, наш мешал от шами, Вадим сам светит. А шашами дождями прорезет мыша, Внешний он, пример, кубов не гасит. А шашка в воздушном шесте небеса, При полной загрузке 70 мест. Девчонки в лапочках, охотники в лесах, В Аккестанске и, на навозной куче, Что может быть круче? Я! Девчонки в лапочках, охотники в лесах, Внешний он, пример, кубов не гасит. А кто-то из лесу прольет пламенье, И в англии колоколас беремилки, Бывает, аж низко болеет, и снег опален, Внешний он, смешит. На навозной куче, что может быть круче? Да! Хватит, хватит, раз! Бой нормально. Мы ж не орёк, мы поём. Но мне, что руки показать не хвалять, Строгая дисциплина, порядок и по сверху я, Работают парни, два, мужики, транс-презиальцы, Воспись 70-летнего лукара, Законя лагерстан, начни спутники, Бедят ангелы, столько слёз покаянных, Заброшенных не в свою иголку, Но подошлым на взрыву, И в рыха поганит, И в рыха очень часто не пробуют, не толпу. Мол, лагерстан в степи, На навозной куче, Что может быть круче? Да! Но мне, что других показаний, Мужик передача, Лагерстан, начни спутники, Мужик передача, Где тут? А, вот! День, если нравится, Девящие мы подавно, Много столкового, И списание прочти, Десять ударов, Болгого предвезде, Асана, Характеристики, Сынные, Забирает тобой шарчи, Лагерстан, степи, На навозной куче, Что может быть круче? Йоу! Как там степи, Стар, На навозной куче, Что может быть круче? Йоу! Что себе? Соседи там, Вы просмотрели, Корчево, Что может быть круче? Йоу! Тоже вам, да, Старик? Иди, Рождество, 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 Болгого предвезда, Найди, Старас, Тепи, Накрыл, Начинаем круче, Старас, Старас, Спокойся, Это уже Тараси стал, Да? Сочинять Тараси. Ну ладно, На закушку, Да? Ну да, Покатывайся. И что, У нас время есть, Да? Убитвремя, Убитввадцати уже. Трех сыновей, Тараси, Миколу Илюша. Никола, А ты где? Тараса Николаевна. Шшшшшшшшшш. Потом перенести, да, чтобы вырвать. Дохранит вас молитва моя, вот припевка. Раз, вот. Прекрасней не было страны, не рождались балады и сны. Дорогу слава стоит скретный гор, и сына там покидали свой дом. Один был гор, другой упрят, а третий был сердцем смеен. Слова отца были грусти полны, в любви моей выросли, как цветы. Что ждет вас там, в чужих краях, да, хранит вас молитва моя. И звучало ответ, эхо горных вершин. Сохраните богатство души, и в виде нескончаем мысле. Прошли годы, затерялись дали, в краю средь гор и цветущих долин. Встречал отец своих детей после долгих разлук и скорбей. И первый сын возвратился домой, гордись, отец, я великий герой. Вся власть моя, и в этом суть, на крови я построил свой путь. Король принес золотые дары, смотри, отец, я могу все миры купить, продать. И слезы сет, и в родни серебро, и в успех. И звучало в ответ, эхо горных вершин. Разменяли богатство души ради славы и блеска момент. А третий сын на коленях стоял, прости, отец, я великим не стал. Смеренным был, врагов прощал, отец тем лакой отвечал. Душа твоя, и добра, и чиста, и пусть богат, ты знатен не стал. Но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. Но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. И звучало в ответ, эхо горных вершин. Кроток сердцем и духом смирен, верный с ним у нас следовал трон. И звучало в ответ, эхо горных вершин. Кроток сердцем и духом смирен, верный с ним у нас следовал трон. Спасибо, Христос Виктор Николаевич. Ну давайте, слава Христу, помолимся. Достойная святого истину, Боже, Тетя Богородицу, признавла женную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения с Серафим, без искления Бога слова рожую, сущую Богородицу Тя не речае. Господи, открой сердца наши, чтобы принять Слово Твое, и уста наши, открой, Господи, для благодарения имени Твоего Святого. Научи нас, Господи, в скорбях, в печалях и в радости всегда произносить слова славы Богу за все. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Ты попал в тот лагерь, что тебя ждут каждый день, тянают. Тебе это надо? Антоник, бывает. У нас еще нет, вы мне как-то. Даже в кинотеатре люди сидят, приличные педагоги. Ты же большой уже парень. Просто начинаешь рожи строить, прикрывается, кривится. Господь искривит лицо, и ничему ни один врач не поможет. Я Тарасия тоже выводил, постоянно смеется сидит. Тарасий, я его тоже выводил. Тарасий тоже. А что Тарасия? Умничаешь или еще? Нет, просто смеялся. А еще картинку. Просто смеялся. Ну, разве можно просто. Картинку смешную нарисовал. Вот сейчас ты можешь что-то там сказать, а там машинку ты не уронила. Виктор Николаевич старается, пришел к нему в зале, а вы выгибаетесь. И хорошо это. В следующий раз он придет, ты сразу сюда становишься, чтобы тебе одному было не смешно. Ты тут маленько послушаешь. Не оттуда другое, еще до три дозы. Ну, сразу нужно обратиться.